Всем привет! На связи Моника и опять у нас с вами в меню пигменты от бренда Tami Tanuka. Я надеюсь, что они вас еще не достали, тем более, что здесь у меня очень красивые штуки подсобрались. Это рыбки, льдинки, сульфур, ну и на закуску страж озера рыбьих слез. С рыбками, льдинками и сульфуром у нас точно будет несколько макияжей, ну а страж озера рыбьих слез все-таки у меня чуть более скромно будет представлен, но тем не менее я сделаю с ним симпатичный, как мне кажется, и в принципе носибельный мейк. Плюс еще будут свочи, плюс сравнительные свочи, плюс, естественно, мое мнение, ценное мнение. Ну, мне кажется, будет залипательно и познавательно. И, в общем-то, да, давайте на этой ноте прям-таки и начнем. И первым оттенком, который мы начнем разбирать, будет пигмент сульфур. Для подложки я взяла, во-первых, Винус и Мортали, здесь мне понадобится черный-черный-черный цвет. Вторую палетку, которую я взяла, она почему-то непозволительно далеко. В общем, я помню, что эта палетка называется Birth of Paradise. Так, черным ансин начинаю строить форму. Сегодня я прям обложилась палетками. Это The Rolling 20's Reckless. Вот здесь есть классный вот такой вот мышистый зелененький цвет. Вот его я и возьму. Здесь уже можно взять один из зелененьких. Вообще, изначально, почему я взяла именно вот эту палетку, здесь есть желтый, который я хочу использовать. Ну вот он, помежуточный результат моих стараний. Мне он нравится. Я думаю, сейчас все будет еще лучше, потому что сульфур и клей. А клей должен был вот так держаться в другой руке. Ну и что-то вот. Вот. Сульфур и клей. Давайте наносить. Вбила в кисть пигмент. И поехали. Ну что, прочувствуем этот момент, да? У меня аж сердце замирает, если честно, каждый раз, когда я имею дело вот с этой красотой. Закончила я макияж. И, естественно, конечно, он мне нравится. Он мне очень нравится. Ну, с этими пигментами я не знаю, что нужно сделать, чтобы мейк не нравился. Я и в естественном свете посмотрела и поняла, что вот, как вы его сейчас видите, это недалеко от истины. Такой он и есть. То есть сульфур золотисто-зеленоватый. В принципе, и вот, ух, и, наверное, как дрочек какой-то. Ну, просто он так сияет еще, понимаете, на этих подложках. Он очень классно раскрывается. В общем, это... Мы, конечно, по нему чуть попозже поговорим подробнее. Пока давайте просто посмотрим, что получилось. Сульфур относится к локации замок алхимиков. И стоит он ни много ни мало, а 400 российских рублей за 0,5 мл, то есть за мини-сэмпл. Кстати, отступая, всем рекомендую брать для знакомства мини-сэмплы. Если вдруг что, не так уж там и мало оттенка. Причем требуется его для макияжа еще в разы и в разы меньше. Поэтому даже такого количества, как продается в самом маленьком формате, может хватить надолго. Ну, если, конечно, не использовать его каждый день как хайлайтер, например. А он может. Он может выступать как хайлайтер. По интипе отчасти он и заявлен как хайлайтер. Вообще, кстати, сульфур это серый. Да, еще немножечко необязательных, но любопытных фактов. Я, с одной стороны, сначала удивилась, не знала, что серый так называют. С другой стороны, еще под этим героем я знаю, что серо-желтенькое. Так что вроде как все логично. Ну, теперь, что вообще нужно знать про этот оттенок? Два самых важных, как мне кажется, факта. Первый. Он очень мелкого помола. И второй. Он при этом безумно светится и дуохромит. Я так поняла для себя, что лично для меня вот это соотношение мельчайшего помола плюс невероятное свечение равно самый выигрышный оттенок вообще в целом, который можно себе представить. Почему? Потому что, если говорить про помол, оттенок мелкого помола, он красивее лежит на веке. Вернее, и оттенок крупного помола можно красиво нанести, но там больше нюансов. То есть, там, наверное, желательно использовать клей, втаптывать оттенок в кисть. Там, может, и не втаптывать, а наносить как-нибудь так, чтобы рука у вас была поставлена, чтобы вы примерно понимали, что вы делаете. С сульфуром проще, потому что даже влажным способом он наносится красивее, чем наносил себе оттенок с крупными частичками. Потому что оттенок с крупными частичками имеет свойство сливаться в такие кластеры, в сгустки и комки. И поэтому смотрится на веке, конечно, красиво, но явно неоднородно. Поэтому сульфур, даже если он чуть-чуть больше где-то соберется из-за влажного способа, все равно это будет не так заметно. А уж если не полениться нанести его на клей для глиттера, что я, кстати, советую, это немножко дольше, как мне кажется, но это в итоге выигрышнее там. Но вообще он практически равномерно наносится и смотрится зеркально красивой гладью. При этом он не морщит века, не кукожит его, не запекается на веки. Ну, в общем, беспроблемная крутая няша. Но если бы эта няша при этом обладала таким каким-нибудь спокойным сатиновым сиянием, я бы, может, и была бы довольна, но уж явно не настолько. А здесь вот вторая часть истории. Это его сияние и его доохромная природа. Ну, или даже хамелеонистая, потому что иногда он полностью выглядит золотым, а иногда он полностью уходит в такой насыщенный, зеленоватый, уже на грани с голубым цвет. Ну, хотела сказать зеленовато-голубой, но вот что-то вот это, вот только вот это светится. Вот как-то так. Вот такой цвет зеленоватый, уже на грани с голубым, виден при боковом освещении. А золотистый, более золотой, чуть-чуть с зеленцой, желтый с зеленым, если хотите, он уже виден при прямом попадании света. Ну, и я бы, конечно, если бы меня кто спрашивал, я бы хотела поменять это дело местами, Вайси Верса сделать, потому что нет, золото это, конечно, хорошо, это очень красиво, но насколько крут вот именно этот зеленый отблеск. Ну, в общем-то, я думаю, что я, наверное, вам показала уже, как это все дело меняется, то есть, как я это снимала. Я просто нанесла сульфур, для сравнения, я нанесла оттенок, летящий на солнечном драконе, потому что, во-первых, мне хотелось их сравнить, мне казалось, что они чем-то похожи, ну, и потом уже жалко было смывать. В общем, я вот так вот с ними ездила и снимала, то есть, у меня менялось, соответственно, от положения руки в пространстве освещение менялось, и камера заснимала, как меняется по этому сульфур. Кстати, если отступить в сторону летящий на солнечном драконе, то если вы искали именно золотистое яркое сияние, то обратите внимание на этот оттенок. Он не дуахромит, но он очень круто сияет. Помол у него чуть крупнее, чем у сульфура, но поэтому это не суперкрупные частицы, и сияет, но будь здоров, поверьте мне. Он стоит 250 рублей за миллилитр, в то время как сульфур стоит 400 рублей за полмиллилитра, да. Но сульфур выигрывает тем, что он дуахромит, конечно же, это раз, тем, что у него вот этот мелкий помолк, и это два, и тем, что, ну, возможно, для кого-то как истично на то, что в нем нет вообще никакой базы. Это-то и. То есть, да, цветовой базы и какой-то мучнистости там вообще нету у этого оттенка. И нанесение на голое веко, он, конечно, чуть-чуть, ну, как бы база проявляется, она такая синеватая. Я даже не могу это назвать полноценной базой, это просто какой-то отсвет. То есть, можно заметить кое-где вот что-то такое синевенькое. То же самое происходит с россыпью веснушек, кстати. Кстати, на этот оттенок, а также на основу эти бабочки в животе, где тоже вот эта вот какая-то недобаза синеватая, есть отдельный обзор. Сульфуру я говорю однозначно да, и как фонарик в уголках глаз невероятно крут, и как оттенок на подвижном веке. Вот сейчас он у меня по центру века лежит, но согласитесь, тоже крут. Поэтому сульфур молодец. А мы переходим к следующему оттенку и имя ему рыбки-лединки. Палетки у меня будут две. Вот здесь я возьму черный. Это палетка от BH Cosmetics Passion in Paris. А здесь, вы уже, наверное, в этом видео видели эту палетку. Здесь я возьму такой ультра-яркий розовый. Вот прям то, что нужно. База уже есть на глазах. Все, быстренько-быстренько сделаем основу. Искну из черного сразу прыгнуть в розовый. Но если не получится, чего-нибудь по центру еще положу. Довольно-таки, кстати, хороший пигментированный розовый. Ой, эволюшн вышел. Все-таки по центру что-то промежуточное еще добавлю. Наверное, ну вот этот цвет может быть. Да, идеальный градиент получается. Кстати, использовать я буду клей, но не тот, который вы подумали. Нет, NYX от Хандаян. Просто потому, что Хандаян мне нравится тем, что легче распределяется по веку. И рука к нему, следовательно, больше тянется. О-о-о, просто нет слов. Нет слов, если честно. Мне кажется, вот здесь какая-то пляж. Возможно, маловато клея получилось. Поэтому я еще перепечатаю немного пигмента с помощью фиксирующего спрея. В общем, да, есть возня с пигментами, но согласитесь, это того стоит. Ну, вроде как, все, больше не надо. Если здесь что-то и просвечивает, это уже особенность пигмента. Недаром мы сюда положили еще и матовые тени, чтобы они здесь были заметны. Ну, ой, все. Заканчиваю макияж, смотрим итоговый результат. А на кисти-то какая красота осталась. Чувствуете, чувствуете, что скоро Хэллоуин? Я, например, чувствую. Прям этот образ, это просто, я не знаю, это самое сердечко. Драматичность вывернута на максималке, розовые заколки сняла, потому что это уже не то. Это уже не то настроение. Помада от Maybelline в 275 оттенке, мне, мне кажется, помогла довести это дело до ума. Обожаю этот оттенок. Огонь, огонь. Ну и что я хочу сказать. Сейчас мы посмотрим вблизи, вдалеке, пойдем дальше. Но все-таки, повторюсь, тот роковой момент, когда рыбки-льдинки наконец-то меня в себя влюбили. Да, да, это именно этот момент. Рыбки-льдинки плавают в замке Алхимика. И стоят они тоже 400 российских рублей за 0,5 миллилитра. То есть тоже идут все и экстра. Оттенок более крупного помола, чем сульфур. То есть есть отдельные частички. Поэтому тоже доохромит. И, ну, не скажу, что-то и охромит. Нет, все-таки он переливается из розового, опять же, сбоку от источника света, в зеленый или голубой, и по имам попадание света. То есть тут уже как повезет, смотри, какой свет, и смотри, на что вы положили эти самые рыбки-льдинки. Подложка тоже играет большую роль. Что же касается моего сегодняшнего макияжа, оттенок у меня располагается этот по нижнему веку. И вот здесь в уголках глаз он тоже подсвечивает их. И вот здесь, кстати, вот он смотрится, заметьте, прям вот таким ярким, зеленым, конкретно зеленым, холодным свечением. То есть это то, что мне очень сильно нравится в сульфуре, но при этом сульфур таким отцветом похожим дает вот здесь, сбоку. По сути, я только что жаловалась на то, что, ой, мне бы найти что-то типа сульфура, вот, пожалуйста. То, что я хотела, чтобы такой зеленовато-голубой цвет был виден именно при прямом попадании солнца, или софитов, или чего-нибудь еще, что светится. Крупный помол, он, в принципе, ну, тоже круто смотрится. Конечно же, отдельные искаинки и блестки невероятно круто сияют, но, опять же, здесь больше иногда хочется заморочиться с тем, как наносить. Потому что если сульфур, в принципе, со всеми способами нанесения работает плюс-минус классно, то тут все-таки лучше не полениться, как мне кажется, и наносить рыбок-лединок на тонкий слой клея для глиттера. Тогда они как-то более равномерно лепятся и красиво выглядят. Я хочу заметить, что мне еще очень понравились рыбки-лединки на веке соло, вообще без ничего. То есть, вот берете там клей для глиттера, опять же, наносите, потом берете пигмент, просто на все подвижное веко наносите. Вы прекрасны, вы свежи, юны и очаровательны. Смотрится классно, как-то сочненько, даже не сочненько, а вот влажненько, интересно, необычно. И это абсолютно не перегружено и даже, я бы сказала, не навязчиво. Поэтому пигмент многогранный, можно использовать как с подложкой, так и без, просто в таком легком, дневном, полупрозрачном макияже. И все равно это будет безумно эффектно. Поэтому, да, хорош. Единственное, что, чуть не забыла, а это важно, я нашла у себя прямой аналог этому пигменту. И это Sparkle Bernovich в оттенке номер 13. Просто посмотрите на эти сравнительные свочи. Просто найдите хотя бы одно отличие. Нет, на самом деле одно отличие есть. Sparkle Bernovich, он лежит на чуть более ярко выраженной, как бы, подложке. Ну, это прям тоже не называть такой плотной базой. Но у Sparkle Bernovich что-то такое околобазовое есть. Он такой, как бурое, чуть в такой теплый фиолетовый уходит, с коишневым, что-то такое. Но это я видела просто на пальце, вот когда разносила оттенок. При этом, мне кажется, что если нанести это все дело на века, опять же, соло, вот тот же Bernovich, база не особо будет сильно прослеживаться. Но я не пробовала, я просто не успела это сделать. Очень много всего, да, с несчастной глаза и так нужно класть, я просто все не успеваю сделать. Могу лишь предполагать. Но вообще, в целом, по пиеливу и по смыслу, то есть от розового к голубому, они абсолютно идентичны и схожи. Поэтому, если вы являетесь счастливой обладательницей Sparkle номер 11, имейте в виду, что-то похожее на рыбок-лединок у вас в коллекции уже есть. Все, давайте к следующему оттенку. И опять он связан с рыбами, потому что называется он Страж озера рыбьих слез. Логичнее всего, он было бы использовать Страж озера рыбьих слез вместе с голубой или синей подложкой. Но я подумала, что это слишком очевидно. Поэтому у меня вот сегодня в помощницах Винус и Морталис. И я уже успела взять отсюда оттенок мав, мотылек. Он лежит у меня вот здесь и маленькое отступление. Вот не могу сдержаться, посмотрите, как он хорош. Ой, ну, наверное, камера его не передает, но мне до сих пор обидно. Прошло столько лет, а до сих пор грустно, что никто не смог оценить его по достоинству. Ну, может быть, кто-то и смог. Я не все обзоры посмотрела, но я помню, что его часто ругали. А вместе с тем, какой же это шикарный сатин. Вот, кстати, смотрите, у меня в нем ямка. Углубление нехилое такое. Отличный сатин для растушевки серых. Потому что увести красиво в тон кожи серый цвет, это вам не самая простая задача. И мне кажется, отчасти для этого положили сюда этот невероятно сложный даже по описанию словесному сатин. Вот как его описать? Серо-розово-незаметный? Так, ладно, за сим заканчиваю свое отступление. Кладу быстренько на подвижное веко серую подложку. А потом уже будем смело клеить нашу крупненькую слюду. Я закончила с матовыми тенями. Я пока сама не понимаю, чего здесь получается, что-то нормальное или не очень. Ну, давайте нанесем стража. Давайте сначала нанесем влажным способом на одном глазу. Если все будет очень плохо, я обязательно возьму клей. Ничего себе. Прямо такие куски, слюды. Просто смотрите, он вот тут скатался в какие-то странные штуки крупные. Эм, реально рыбья чешуя. Ну и ладно, я попробую, раз уже набрала, а там видно будет. Не, какая-то фигня, если честно. Не понимаю, так надо или нет. Он красивый, но он какой-то приглушенный. Может, я мало набрала? Я набираю побольше. Прямо из банки. Вау, вот, понеслась. Вот, сейчас мне нравится. Послушайте, прям зимой повеяло. Такой холод. Блестящий, влажный. О, дикая охота. Прямо вспоминается. Из Ведьмака. Ой, здесь еще на сером, но охроме фиолетовый. Ой, ну какая прелесть. Я, честно говоря, даже меньшего ожидала. А мне прям нравится. Это старый, кстати, оттенок. Я так поняла, он года 2017 выпуска. Теперь мне очень интересно, что будет на клею. Потому что влажным способом слюда эта растерлась. И это уже никакой не отдельный шиммер. Никакой не типа глиттер. А именно вот такое равномерное растертое свечение блестящее. Вот набрала я клей от NYX. Вот так и пальцем. Наверное, пальцем быстренько нанесу. Аккуратненько. Пальцем хотя бы чувствуется, куда наносишь. Хотя кистью бывает ровнее, конечно, нанесение. Главное не растирать, а притаптывать. А то иначе тени все смешаются. А, ну вот совсем, кстати, по-другому. Вот здесь больше видно, что это как будто бы такой крупнодисперсный шиммер. Отдельные блесочки видны. Но при этом мне хочется, если честно, намочить кисть. Потому что, ну, я люблю больше вот такой эффект. Чтобы, блин, всем было видно, что я в тенях. Я что, за это стараюсь, что ли? Я шучу, конечно. Но давайте я немножко добавлю влажного способа. Простите все, кому больше по душе левый глаз. Ну вот, я немножко добавила, но я не стала полностью уже перекрывать. То есть, получилась не так подчеркнута текстура, как здесь. Но и не так ярко, как там. То есть, такой вот средний VN тоже мне нравится. Ну и вот, что получилось в итоге. В уголках глаз сверкает пигмент. Снова эти бабочки в животе от Томи Танука. Что же касается нашего героя, стража озера рыбьих слез. Я надеюсь, я все правильно сказала. То тоже он мне нравится. И даже не могу поделиться, какой из глаз нравится больше. Здесь чуть-чуть подчеркнута текстура. Но и оттенок выглядит более влажным и сверкающим. Здесь все более сдержанно, зато и века не так подчеркнута. В принципе, оба варианта по-своему хороши. Страж озера рыбьих слез достался мне в подарок от бренда за заказ. Но я сейчас посмотрела. Он относится к локации Лунные Эльфы и стоит 250 рублей за 1 мл. Оттенок интересный. Я бы назвала его оттенком для макияжей среднего тона, либо темного. То есть, либо для смоки, либо для дневных смоки. Потому что сам по себе этот оттенок обладает определенной базой. Такой чуть грязноватой может быть. Серо-синенькой. Но она не ярко выражена. Опять же, нет. Но при этом, если сделать какой-нибудь супер светлый макияж. И подумать, ой, я хочу себе голубую следу туда. И добавить оттенка страж озера рыбьих слез, то будет грязь. Потому что база в этом случае будет все-таки несколько видна. В плане помола оттенок крупненький. Частички следы не супер большие, но они отдельные, они есть. То есть, по сути, это отдельные блесочки, если хотите. Поэтому, если эти блесочки наносить влажным способом, они запекаются в кусочки уже, в чешуйки. То есть, это слюда соединяется между собой. И, с одной стороны, покрытие получается более сочным. Более классные блики, более влажно все это выглядит и ярче сияет. Но, с другой стороны, вы это могли видеть по моему макияжу, который я сделала. Выглядит все это немножко стоемно в плане текстуры. Потому что века сморщивается неимоверно, если честно. Но, если у вас нависшая века, как у меня, ну ладно, частично нависшая, то этого ужаса, на самом деле, не видно, а блеск при этом присутствует. Поэтому, я за влажный способ. Ну ладно, это иррационально. Я не совсем за влажный способ. Но, когда я наносила этот же оттенок на клей для глиттера, да, сияние было, да, синие слюда читалось, в принципе, симпатично, мерцающе. Но, уже нет того волшебства, понимаете? То есть, ну как, нет, оно есть. С одной стороны, оно есть. То есть, если у вас нету аналогов в палетках, если у вас нету аналогов в прессованных тенях, то почему бы нет? Оттенок имеет место быть. Он обладает отдельными блесками с холодным, сине-серым, красивым свечением. Но, если наносить его на клей для глиттера, опять же, это мерцание уже такое более скромное. То есть, это больше напоминает обычные тени, прессованные. Хоть и шиммерные, естественно. Пусть даже, может, я не знаю, спарклы. Но, в целом, Страшу озера рыбьих слез мне, в принципе, тоже понравился. Очень симпатичный. Ну что ж, вот и все. Вот и все оттенки на сегодня. Кстати, у меня для вас важный вопрос. Вообще, у меня сейчас в пункте выдачи с ДЭК лежит очередной заказ от бренда Тами Танука. Там 4 оттенка из их новой коллекции. 4 рассыпушки плюс парочка-тройка оттенков, которые я заказывала уже по своему желанию. Из более старых коллекций, но поэтому оттенки очень интересные. Вопрос дня. Нужна ли вам распаковка? Пожалуйста, напишите ответ в комментариях, потому что у меня, получается, будет 2 видео под ЭР про Тами Танука. Поэтому недавно выходило еще 2 видео про бренд. Может, вы уже устали. Но я надеюсь, конечно же, эгоистично надеюсь, что нет. Потому что мне бы хотелось вместе с вами установить распаковку. Ну, в общем, буду ждать от вас ответа. Спрашивайте, если что тут не сказала. Обязательно помогу, если смогу, в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам замечательного настроения. Желаю, чтобы пигменты вас слушались, не рассыпались и красиво выглядели на глазах. Спасибо вам большое за поддержку канала, за лайки, комментарии и подписку на этот самый канал. Ну что ж, мы с вами совсем скоро увидимся снова, возможно, даже в распаковке. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok